Во вторник глава района Алексей Валов и глава городских и сельских поселений приняли участие в заседании правительства Московской области в формате видеоконференции, на котором губернатор Андрей Воробьев в частности напомнил, что с 1 августа подмосковные и столичные льготники получают право на бесплатный проезд на общественном транспорте в московском регионе. Какое-то время займет переходный период отладка системы. Основанием для получения бесплатного проезда является социальная карта. С 1 августа ее можно будет перекодировать на 238 станциях Подмосковья и города Москвы. С 15 августа это можно будет сделать и в терминалах самообслуживания на тех же станциях. Далее своим составом обсудили внутрирайонные дела. Продолжается ямочный ремонт на дорогах и во дворах. Каждый из ян дорожного полотна теперь фиксируется в базе данных. С начала года закрыли 1317 ям, осталось еще 154. Зам главы администрации Наталья Ефимченко обратила внимание глав и руководителей поселений на то, что внедрение цифровизации требует не просто сделать ремонт, но и должным образом зарегистрировать исполнение. В Ощунково 16 ям, эти ямы на Сиренево и Комарова, эти улицы в ремонте и Максим Александрович все их закроют. В Фрианово 34 ямы, закрыты 34 ямы, но они зарегистрированы в мобильном приложении. Они квадраты, это вот общий, никак мы не можем эту проблему преодолеть. Они все сделаны, поставьте задачу, все их занести в исполнение цифровой. Регистрация и ремонт ям во дворах – это новое направление работы, уже встретившее одобрение жителей. Мы обследовали все 196 дворовых территорий и загрузили в СКПДИ 356 ям. На сегодняшний день у нас отремонтирована и подсыпана асфальтовая крошка 54 ямы, Алексей Васильевич, работы продолжаются. Срок у нас 15 августа. Мы считаем, что в графике и все это сделаем. На совещании отметили недостаточные темпы выполнения программы капремонта многоквартирных домов. Часто, чтобы наладить контакт подрядчика с управляющей компанией, требуется ручное управление. Темпы ремонта подъездов также оставляют желать лучшего. На данный момент выполнено 37%. А вот план комплексного благоустройства дворовых территорий выполняется с опережением. Готовы уже 17 дворов при плане 15 на настоящее время. У нас готово к сдаче 17 дворов. Полностью они благоустроены в Мониной, в Афрянном, в Афрянском и Трюшнском поселении. Подписаны уже с председателем Совета МКД все 17 дворов. В прошлом году Щелковский район стал лидером в Подмосковье по привлечению медицинских кадров. О выполнении плана на этот год рассказал Юрий Родионов. Соответственно, дорожные карты на этот год 9 специалистов первичного звена. Мы должны привлечь 6 терапевтов и 3 педиатров. На сегодняшний день уже привлечено 6. Осталось 3. Значит, мы идем даже сейчас с маленьким опережением этого графика. Врачи приезжают в район из разных регионов. Новые кадры пришли в первую и вторую районные больницы, в Афряново. Район обеспечивает меры социальной поддержки. Сформирован фонд служебного жилья. У нас есть на сегодняшний день порядка 7 квартир, которые мы можем распределить нашим будущим врачам нашего района. На совещании также проанализировали показатели рейтинга 50 эффективности муниципалитетов. С отстающими обсудили, по каким направлениям надо усилить работу, чтобы Щелковский район сохранил свою устойчивую позицию в лидерской зеленой зоне. Ирина Микедова, Валерий Жеглейкель, радиокомпания «Щелково». Спасибо.